На воде, по идее, под нами меньше массы, тем на той же горе, потому что, ну, гора все-таки немножко поплотнее, и, соответственно, там больше массы под человеком. Соответственно, должна быть разная сила притяжения, если мы, ну, отталкиваемся от того, что каждая масса притягивает к себе другую массу, вот. Но никаких, соответственно, они не нашли изменений в плане, на воде у нас там 9,8 условно, вот, на горе те же самые 9,8, ну, только за счет того, что там высоты немножко по разряжению воздуха, другой момент. И они начали рассказывать о том, что, ну, вот под водой у нас плотные залежи в земле пород, вот, и поэтому массы столько же, сколько и на горе, потому что под горой, мол, какие-то полости и так далее. Можно ли это считать аргументом того, что сила не от земли напрямую, а откуда-то извне, и поэтому условия на земле никак не влияют на силу притяжения, ну, соответственно, приталкивания. Там, где идут непрямые такие измерения, где, ну, нет сравнительной шкалы, это все, допустим, раньше это было вот на уровне приборов, без космических локаций, просто трудно определить вертикаль. Они определяли ее отклонением груза, да, на отвесе, начинали с этого. А как ты определишь отклонение груза на отвесе, тебе даже с чем-то надо сравнивать, да, получается? Вот. А где у тебя сравнительная шкала, если ты этим путем прошел? Ну, чисто психологически какие-то твои ощущения, там где-то на вершине, возле горы, и ты такой, да, это ровно, это неровно. Ну, как бы зыбкая почва для точных выводов. Сейчас надо смотреть по инструментам, как это выглядит. Ну, самое, мне кажется, проще другим путем. Ну, если есть эти вполне конкретные эксперименты с гравитирующим телом и массами, когда в лабораторных условиях ставят одну массу, рядом вторую массу подводят, и как она смещается, видеокамера это фиксирует. Один шар приближается к другому, там уходят эти несколько минут, он действительно приближается одна масса к другой. Дальше, когда это получается, вы получаете результат просто про наличие тяготения. Вы не получаете результат, доказывающий, какая именно из версии тяготения это заставило делать. Потому что вы не можете вынести эксперимент в зону, не перекрываемую гравитационными полями. Вот мы сейчас смотрели изображение, где показано весь вот этой материи, которая нас окружает. Это практически стена. Куда бы лучше не направили, он упрется в стену. Вот мы вот в этом находимся, внутри этой стены космических тел. И выйти из этого массива мы не можем, чтобы провести этот эксперимент. Но мы можем произвести элементарные расчеты. Вот нам для чего-то же дается математика, формула. Если вы можете посчитать изменение силы от перемещения объекта. Если вы... Ну что еще надо? Вот ты можешь просто без всякой путаницы, без всяких допущений, просто четко взять, посчитать силу и ее изменения. Ты получаешь очень строгий результат, который говорит, что на прямом притяжении у тебя Луна на орбите вокруг Земли не пролетит, и километр она упадет или туда, или сюда, если мир будет построен на прямом притяжении. Вот ты посчитал силы, что они у тебя так направлены. Что тебе еще надо? Если ты ученый, тебе уже достаточно. У тебя есть четкая формула, которая дает четкий результат, вычисление дает это. У тебя вектор направленности силы направлен на вывод тела из равновесия. То есть у тебя не может быть Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца. Ничего не может быть. Это строгий факт. Тебе уже... Ну если ты можешь посчитать. Ты можешь строить эксперименты, но ты... Свои эксперименты все равно тебе надо как-то потом результаты сопоставить, тоже же через какую-то формулу посчитать, чтобы сделать прямой вывод, да, ну что ты, с чем это сравнить. Здесь уже просто конкретная сила уже доказана. Это не спорный вопрос. Может оно на версии притяжения или на версии приталкивания. Это уже конкретно доказано математической формулой, графиком, направленностью вектора силы, куда направлено. Уже доказана какая версия, по какой из версий наша Вселенная в действительности работает. Все остальное это уже разговоры детского садика. Если есть научный аспект, а спорить это невозможно, можно закрывать глазки, играть в домики там, не соглашаться, но это все детство. Уже доказано бронебойно, как построен наш мир. Все остальное сворачивается в трубочку и на помоечку. Все версии. Это реальная ситуация. Книжка двух-трех лет, и в ней и про черные дыры, и про там черные звезды, и про все на свете. Эта книжка действительно, и не только эта книжка, вот этот поток литературы, это лютый позор. Вот лютый позор. Это зомбирование нашего населения, причем с детского возраста. Это же вот, ну, кто-то же потратил энергию, силы для того, чтобы этот гной принести в наше информационное поле. Это превращение вот нас, как общество, в отсталое общество. Если вам ломают мозг так жестко, вас зомбируют. Но вот если ребенок это знает с детства, что с ним будет к 25 годам, для него это будет стойкая уверенность в этом во всем. Это жульничество, никаких черных дыр нет. Это обман, это совершенно точная информация. Их никогда не было. Научных данных заявлять, какие-то фотографии никогда не было, это все фотошопы. Это не фотографии, это фотошопы, это моделирование. Ручное моделирование, так как вот художник фотошопит, вот примерно так это сделано. Четких оснований никогда не было для каких-то выводов. Но есть четкие основания, что этого быть технически не может, потому что нет у пространства такого свойства, которое можно как-то искривить. Следовательно, это уже не черные дыры. Даже если там что-то будет, это будут черные звезды. Это не черные дыры. Одно от другого отличается. Вот детишки на допущениях, в рамках этого мутного потока, могут путаться. Детишки вырастают, превращаются в ученых, ученые начинают бредить. Получается вот такая липкая каша. Надо говорить людям уже правду. Давно ее пора говорить, эту правду. Мы ее говорим. Канал «Научный трибунал». Канал «Научный трибунал». «Научный трибунал». Канал «Научный трибунал».